И всем привет, ребят, с вами MrWankens, я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашему замечательному киберспорту, вы меня просили, чтобы я записал обзор, аналитику на новый турнир, как вы знаете, до этого все это делал у нас в игре Дел Майорчик, да, приглашал меня в том числе на шоу ЧБВТ, где мы обсуждали киберспортивные команды И прогнозировали места, какие займут команды в определенном турнире, но с получается этого турнира Майорчик уже прекратил делать подобного рода контент, да, и прекратил вообще, я так понимаю, делать танковый контент Ну а вы меня просили, чтобы я свою аналитику как раз таки дал, просили, чтобы я еще и с кем-то ее записал, но так как у нас сегодня уже понедельник и грубо говоря у нас через 2 часа уже начинаются официальные игры Сегодня весь этот контентичек и всю свою аналитику выскажу я сам, можно так сказать у нас будет, у кого-то там знаете есть недоаналитика, там еще что-то, но у нас сегодня будет профессиональная аналитика танковых команд, киберспорта в целом Дадим свои прогнозы на то, какие команды по моему мнению имеют все шансы забрать этот турнир, а именно занять первое-второе место, потому что в рамках РМР турнира у нас именно 2 команды забирают эти строчки Ну а дальше я еще выделю команды, исходя из того списка, который у нас будет, да, постараюсь по всем как раз таки командам пробежаться и интересные для себя команды выделить, да, потому что я, как вы знаете, сейчас такого не играю Ну благо у нас появилась медийная команда, я хоть немножечко команд видел, да, как кто играет, но это, как говорится, тоже такой более средний уровень Как играют команды на высоком уровне я особо не видел, поэтому буду делать уже исходя из своих мыслей, из своего опыта, прогнозы, а вы в комментариях напишите, что вы думаете по этому поводу, согласно моей точки зрения Ну и напишите вообще, стоит ли все это дело продолжать, может быть стоит записывать полноценные обзоры после каждого там даже тура, ну либо хотя бы раз в турнир Если это интересно, то обязательно грузаните сюда лайк, не подписывайся на канал, также, ребятки, конечно, подписывайтесь, ну и давайте дадим цель, да, дадим цель 150-очку Такую, ну прям жесткую, да, ну 123-очка уже будет хорошо, но 150, если грузанем, то эта цифра точно для меня даст понять, что подобного рода контент вы хотите видеть, чтобы я обзоры по как раз таки киберспортивным командам и турнирам в целом делал, да, где обозревал все это дело Если это так, давайте 150-очку попробуем прожать, также не забывайте подписываться на канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 20 тысяч танкоинов на 3 целых миллиона кристаллов Для этого настройка игры в аккаунтике установите мы личный такт, тактим п, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании Ну а мы вместе с вами перемещаемся на танки спорт, открываем наш мажор ранкинг второй, который уже сегодня, как я уже сказал, стартует Есть у нас сразу здесь интересные игры и одна из этих игр попадает сразу на трансляцию в 8 часов Как раз таки моей командой TMP против Bloodline, по сути это игра, ну в моем понимании за топ 1-2 Да, если там конечно сетка не будет супер жесткой, то вот эта вот игра за топ 1-2 и та команда, которая ее выиграет, по сути будет уже претендовать на эти призовые места Что касаемо трансферов, давайте сразу начнем с моей команды, так как я в ней уже не состою на сегодняшний момент времени У нас убрался как раз таки я с состава и убрался состава Алешечка Алешечка свою команду отдельную сделал, Алеша супер жесткий, супер сильный, он уже в рамках этого даже РМРа, да, предыдущего я имею ввиду, этого мажора подготовки к нему Показал в своей кондиции и показал насколько он жесткий, да, к нему я думаю, что вернемся попозже Но здесь у нас произошли изменения, появляется в команде Шторм и появляется в команде Эксел Эксел это игрок, который занял топ-3 мажора с батл аксессами Айшторм это игрок, который был в френде и занял топ-4 мажора Что касаемо их формы, то что у одного игрока, что у второго игрока индивидуальная форма очень и очень хорошая Да, то есть не могу сказать, что это прям усиление, но точно не ослабление команды в целом Да, и тут у меня лишь один единственный вопрос Будет ли, например, тот же Шторм или Эксел волноваться с точки зрения официалок Да, то есть если у них не будет никакого волнения, не будет никакого дополнительного стресса И они будут играть так же, как они играют, например, ТКВшки Да, и выкладываться будет на свой максимум Если с психологической точки зрения у них в этом плане проблем нету То это, ну, 100% состав на топ-1-2 Потому что, как минимум, те 4 игрока, которые выходят в основе Что Мазан, что Глеба Булыч, что Васянчик, что Холли Это точно железобетон, который не будет ошибаться Ну, и, по крайней мере, будет играть в идеально правильную игру Да, то есть здесь уже вопрос к тому, Эксель сможет ли заменить там Мазан, я так понимаю Да, либо кого-то, да, во время официалки Ну, и Шторм сумеет ли выложиться на максимум Исходя из того, что сейчас есть у ребят и то, что они говорят На ТКВ все у них четко, идеально Все по ноткам расписывается, но это ТКВ Нужно тоже понимать Посмотрим, что будет на официалках Я ставлю их на призовые места на ТОП 1-2 И очень сильно надеюсь, что я уже сегодня увижу красивейшую, чистейшую, контентовую победу Против команды Блудлайн, да Потому что начали уже первый РМР с победы Которой, например, ни у меня, ни у Мазана не было И, в принципе, это было уже очень и очень круто Надеюсь, что так же ребята и продолжат И в рамках этих трех Винтер РМРов, ну и Мажора в целом Удастся достигнуть первых мест Дальше Пойдем, я думаю, что даже так сразу здесь подписку, да, как у нас есть Возьмем только единственную команду Блудлайн Если я уже начал с ТМП То возьмем Блудлайнов Здесь у них немножечко подкорректировался, я понимаю, состав Ушел с команды, только я вот не знаю, кто ушел А, снайп, да, снайп ушел Появился АТО АТО это маленький челик, который очень грязно ротый Да, очень много он базарит и позволяет себе лишнего В рамках именно прошлых РМР турниров К прошлому именно Мажору Там был момент, когда он открывал свой грязный рот Я очень сильно был с негативной точки зрения все это дело рассматривал Но ладно, этот момент мы опустим Как игрок по индивидуальным составляющим он выглядит неплохо Поэтому я думаю, что если учитывать тот факт, что снайп особо не играл, то это наверное усиление Ну а так в целом хорошая команда, которую я ставил вообще на первое, второе место В рамках предыдущего РМРа Ну а здесь у них первая игра с Тимп, соответственно они уже на первое место не залетают Да, потому что я Тимпшечку поставил на топ 1-2 А у них первая игра и тут как бы, ну как ни крути, уже они залететь не смогут Дальше, что касаемо Dominance Да, команда, которая получается заняла, я не знаю, какую там строчку Но по составу, ну что-то среднее Да, что-то среднее, просто команда фармит РМР очки Там на какие-нибудь 4-3 выйдет, заработает Беркут, тоже легенда танкового киберспорта в этой команде имеется Флэш Who is next? Но из... Не знаю, честно, что за ребята Но я так понимаю, что тоже где-то там на 4-3 выходят Забирают именно вот эту галочку, наверное, и свидетельствуют А 4-3 где-то так, плюс-минус это все дело работает Поэтому тоже лутают свои очки Плюс-минус сохраняют состав Значит, хотят подлутать краски с мажора Поэтому, в принципе, это очень и очень правильно, что ребята оставляют вообще свои составы Баталаксосы Оставили, я так понимаю, практически полностью свой состав За исключением Крестного Отца Да Потому что очков у них крайне много Они заняли 4-2 на предыдущем РМРе Ну и, в принципе, состав выглядит прикольно Да, то есть реально выглядит прикольно Здесь уже опытные игроки, которые сначала начинали у Рая В командах, ну и теперь уже будет играть вместе Я думаю, что и этот РМР условно на 4-1, на 4-2 могут запотеть, забрать Почему бы и нет Состав выглядит довольно-таки прикольно Поэтому я думаю, что на 4-1, на 4-2 влететь могут Даймондсы Здесь О! Здесь есть изменения Здесь вместо проблемы появляется шип Я, честно говоря, не смотрел просто трансферы Я не знал о том, что здесь есть изменения Я думал, что здесь все осталось как есть Здесь появляется шип А шип это Крусейдер Да Крусейдер Вместо Хики будет играть, что ли? Но если будет вместо Хики играть, то это будет ослабление В моем понимании Да, ну а так состав выглядит все так же круто Не знаю, я думаю, что скорее всего у них проблем здесь не будет И на первое-второе место, я думаю, что ребята тоже смогут залететь Но у шип, я думаю, что все-таки если сравнивать с проблемой То у проблемы побольше будет опыта, чем у шипа Хотя он себя на предыдущем мажоре тоже очень круто проявил Да, то есть у нас уже, грубо говоря, здесь в команде У Даймондсов два игрока Battle Axis Да, и Крис, и Шип Да, в принципе, выглядит неплохо Но я думаю, что Хики все равно сильнее, чем Шип Да, поэтому здесь Хики должен, по идее, в основе играть Поэтому здесь у ребят, в принципе Что с первого РМРа особо ничего здесь меняться не должно Да, этот трансфер особо никак на результат итоговый не повлияет Так, дальше Так, эта команда у нас, я так понимаю, чисто по ТП проходит, да И это одна из тех команд, которая Которая как раз-таки будет командой на заменку, я думаю Да, ну по крайней мере, я надеюсь, что их кинут на заменку Да, и будет возможность как раз-таки Залететь одной из команд из резерва Напомним, что мы создали свою команду медийную, да Тимпэ Джуниор И мы находимся пятые в резерве И как мне говорили ребята, то что есть здесь как раз-таки пять команд Которые играть, скорее всего, не будут Поэтому шансы есть То есть 4-5 команд На врывалову Вот это одна из тех команд, которая чисто состоит из каких-то мультов Вальтажи Золотая легенда Составом со своим Ворвался на 4-3 А, там получается это было Где галочка, это значит не было даже 4-3 4-3 это бронзовая здесь А нет 4-2 бронзовая А, 4-3 это значит просто галка Значит на 4-2 Вальтажи вышли в предыдущем РМРе Я думаю, что и в этом РМРе Все шансы выйти на тот же самый счет у них есть Может быть даже Золотой со своей легендочкой Может побороться и за 4-1 Я, если не ошибаюсь, какую-то из игр смотрел ребят И там вот этот игрок с ником Золотой котенок Мне очень нравилось, что он делал То есть он себя очень неплохо проявил Относительно того, что я его в киберспорте не видел Если не ошибаюсь, у него раньше был ник Взял Золотой ящик И это чел, который у меня мегагол стырил Ну а так в целом Золотой легенда Все это знают Поэтому удачи ему Он знаю, что собирает тоже еще ребят На дополнительные команды На Академочке Поэтому даст контентика Будет очень круто Так, дальше Дэнди Дэнди, Дэнди Не знаю, что это за команда Какая-то новенькая Я так понимаю, да Предыдущие РМР они А нет, предыдущие РМР они не играли Не играли в Винтер Мажор Винтер Мажор Это типа год назад они играли А, и сейчас собрался состав под этим же ником Интересно Посмотрим Новенькая По сути новенькая команда Так, что-то у меня тут опять слетело Так, Seven Stars О, команда, против которой мы, короче, тренировались Тренировались именно нашим Джуниорским составом Ну и, в принципе, ребята себя неплохо показали Здесь есть опытные ребята Предыдущие РМР они закончились 4-2 И вообще, по сути, играли за Краску Они, то есть, были на счете 3-0 Играли за Краску вместе против нас На предыдущем РМРе Ну и потом проиграли Баталаксом Выиграли РТБ, 4-2 закончили Я думаю, что все шансы на 4-2 Даже, может, попытаются побороться на 4-1 Могут ребята, в принципе Здесь состав выглядит очень-очень неплохо Максимочка пришел Гомункуленок Гангстер, Тейкоку Состав выглядит прикольно Прикольно, прикольно Так, дальше Что у нас дальше? Дальше Bloodline Я про ним прошел А, вот, а вот и команда Алешечки Педального Собрал он здесь такой стачок Интересный Shame, Ilyusha, All Blame, Fear не знаю кто И Люсиус Сейчас посмотрим, кто такой Fear Наверное, кто-то с мульта Ну, в принципе, выглядит интересно Да Не совсем понимаю, на каком корпусе у них там играет Да, потому что Blame А, Blame может быть Paladin О, там, условно, Crusader Хотя Алеша, наверное, тоже на Crusader Должен быть Викинг Shame И Люша на чем Играет, не знаю Но, в общем и целом Команда на 4-1 точно тянет Команда на 4-1 точно тянет Ну, вот, единственное Там, Diamond, Steam Pointers Я думаю, что Их на Чпокинг могут посадить Да, а так Ну, Bloodline Плюс-минус, я думаю, что по уровню с Bloodline Должна быть команда Ну, посмотрим Будет интересно посмотреть Вообще, за их играми И за тем, как Алеша Покажет себя в роли капитана Он давно хотел покапитанить У него эта возможность как раз-таки появилась Так, Antisystem Команда V6 Да, я так понимаю, лодинг это и есть V6 Я, конечно Не знаю, в каких они сейчас кондициях Но предыдущие РМР они закончили на 4-2 Я думаю, что и этот РМР плюс-минус На такие же самые 4-2 Ребята залететь могут Вполне себе Состав выглядит Ротан и Чмакан, если я не ошибаюсь Да, Кристи В мирах Конвекта Ульта Ну да, я думаю, что на 4-2 И потеть на 4-1 Ребята могут Да, то есть Неплохой стак Неплохой Так Эта команда, я так понимаю, ТП Да Эта команда чисто по ТП отлетала Соответственно Это, наверное, будет вторая команда Которая не будет играть Этот РМР Мне так кажется Да Дальше у нас РТБ Эта команда Я так понимаю, тоже Райканена Бывшая Да, потому что Если я не ошибаюсь Райк писал, что он больше команды не собирает Но это вот Здесь ребята Как раз таки Тех Сквизи Бедуин Которые были у Райканена Пикачу здесь есть Команда, которая заняла 4-3 Я так понимаю На предыдущем РМРчики Либо даже 3-4 Да Нет, 4-3 Наверное И В принципе Наверное Плюс-минус На те же результаты Можут Претендовать Лутает очки Дальше ребята С этими очками Сумеют Забрать красочки Да Гладиатор условный Я думаю, что можно будет Зацепить В принципе Это их цель Должна и быть По идее 3x Какая-то новая команда Не видел я такое Если честно Что это за команда 3x Новички какие-то Если честно Прям максимально новички Поэтому ничего сказать не могу Ворлз Хуст Босс White Rabbit О, White Rabbit О, кстати Против этой команды Если не ошибаюсь А, либо мы не играли ТКВ Должны были играть Но не сыграли Я думаю, что вот Мои темпы Джуниор Такие команды Должны выигрывать Такие команды Мои джуниоры Должны выигрывать Так Дальше Команда Дуит Против которой Джуниоры Играли ТКВ Проигрывали Но Так, знаете Типа там Условно 2-0 3-0 Да И они, кстати Играют Первую игру Против Лол Лос Альпакас Да, как-то так Она называется Тоже против команды Которые Джуниоры Мы играли Здесь уже более Такой серьезный Стачок Но и будет Тут интересно Именно посмотреть Какая из этих команд Все-таки будет посильнее Но я думаю Что одна Что вторая команда Где-то условно На уровне 4-2 Должна быть Где-то на уровне 4-2 Должна быть Так Дальше No problems Команда Которая Ну тоже Просто лутает Очки Потихонечку Показывает результат И идет Как раз таки К мажору Сохраняет Стак Относительно Очков РМР И Условно На гладиатор Может тоже Выходить Так Рубис Команда Женская Да я так понимаю Все здесь Так и осталось Диана здесь На капитане Тоже я так понимаю Лутают очки И идут Как раз таки За красками Эмеральс Команда Можно так сказать Назвалась В честь Я так понимаю Форса Да Так Но здесь тоже Какой-то Прям супер молодой Стак Тоже наверное Лутают очки Просто тихонечко Зарабатывают Здесь тоже Демон хантерс Молодая Новая команда Ну по сути Вот эти все команды Мои джуниоры Должны проходить Кабиби Новая команда Не знаю Будет она играть Не будет играть Посмотрим Парт Тоже Новенькая Относительная команда Ба Тут есть только команд Которую я думаю Которые мы С джуниорами Если будем попадать Я думаю Что мы можем проходить Вот эта команда Вообще Кинг Вариорс Да То есть играла Предыдущий РМР Сточок играл И мои джуниоры Которые играли Два дня Вместе Два дня Вообще В киберспорте Кто-то играл Впервые Мы эту команду Выигрывали Да то есть Ну я бы сказал Что вообще Если такие команды Выигрываем То очень и очень Неплохо Олимпианс Тоже здесь Новая молодая Команда Араб Танки Тоже Какая-то Новенькая Команда Скорее всего Даже половина Из этих команд Может и не будет Вообще играть Аврора Команда Которая могла В предыдущем РМРе Сделать чудо И выиграть Блудлайнов По итогу Закончила Кстати РМР Со счетом 4-2 4-2 Закончила Аврора Молодцы Ну и Здесь так В принципе Выглядит неплохо Я думаю Что на те же Самые 4-2 И в этом РМРе могут Залететь Легенда Изисола Здесь на месте Поэтому я думаю Что могут Влеталову Сделать Девианс Команда Джонаса Что здесь У них По составу Опа Назаруля Здесь появляется Давид Это Если не ошибаюсь Диксон Вак Орех Верни Аккаунт Эджи Это Это как его Это Бимбыч Набухлич Ну и Рыболов И Джонас В принципе Стак выглядит Очень круто Они заняли 4-1 В предыдущем РМРе Я думаю Что и в этом РМРе На 4-1 Они вполне Себе могут Претендовать Да Потому что Стак выглядит Очень и очень Неплохо Ace of Hearts Команда Команда Камикадзе Шведос О Это кстати Команда Старых Как у них Только раньше Команда Называлась Я забыл Вот эти ребята Вместе играли Шведос Регуляр Хоризон С ними Да То есть Ну тоже Неплохой Стак На 4-2 На 4-2 Тянет На 4-2 Точно тянет Так Чина Чина Это по ТП Скорее всего Сольется Команда Так Флоулес Новая команда О Джиджирек Блэчкангел Легенда Блэкангел На врывалову Делает Гост Это кто? Это файнл? Это файнл Стаги? Я не знаю Кто это Но по ощущениям Как будто это файнл Стаги Но может быть И нет Может быть И нет Не знаю Короче кто Но вот это Выглядит неплохо Может тоже На 4-2 Врывалову Сделают Выглядит неплохо Интересно По крайней мере Старые Олдовые Игроки Так Ну и Лос Альпак Я уже Короче Разбирал Грубо говоря Как-то так Да Постарался По всем Командам Пробежаться Ждем Сегодня Первые игры По итогу У меня получилось Чуть больше За 20 минут Уложиться Вы можете Написать Своё мнение По поводу Каких-то команд Да Что где Выложил Что я где Высказал О А кстати Я не увидел Лабанчпопского Команду А где Лабанчпопского Команда Это как-то Я её Где-то Пропустил Вроде Как у Лабанчпопского Тоже Была Командочка Не знаю Где-то Она улетела Пролетела Либо Лабанчпопский Там С мульта Был И поэтому Я Пропустил Не заметил Ну ладно В любом случае Если что В комментарии Лабанчпопский Мне напишет Где он был И в какой он команде Пишите свои мысли Кого вы ставите На топ 1-2 У меня Выбор Остаётся прежним Как и в первом РМРе Да Хотя Ну Я имею ввиду Именно те команды Которые заняли Первое и второе место То есть МП И Даймондс Я тогда прогноз Ставил на Блудлайнов Думал Что У ребят Есть хорошие шансы Ну и Знал о своём Как говорится Проклятии Но проклятия не случилось Мы попали На 3-0 Против Севен Старс Ну и там Уже как говорится Было дело техники Поэтому Надеюсь что у ребят И в этом РМРе Всё получится Желаю всем удачи Буду следить За интересными событиями Ну и Очень сильно надеюсь На то что Как раз таки Сколько там Четыре команды Должно по идее Получить ТП сегодня Чтобы Моя Джуниорская команда Залетела В этот РМР Ну и мы дальше Уже раздали Джаза Хотя бы Три победы Я Прогнозирую Своей Джуниорской команде Да То есть Хотя бы на 3-4 Ну шикарнее всего Было бы конечно На 4-3 выйти Но хотя бы на 3-4 Если выйдем То это был бы Очень крутой результат Но в первую очередь Надо хотя бы Залететь На этот РМР турнир Поэтому надеюсь Что сегодня Всё это дело Получится Если вам понравился Данный видос То обязательно Поддержите данный видос Лайком Подписывайтесь на канал Как я сказал 150ка контентовая Залетает Если вы Киберкотлетники Которые ждали Этот видеоматериал То как говорится Грузите Грузите А я в свою очередь Буду записывать Видосы Связанные Короче Короче говорю Связанные С Именно Киберспортивной тематикой И обзором Турниров Возможно Даже По ходу Этого еще Турнира Дополнительный видос Какой-то появится Если вдруг У нас будут Какие-нибудь сюрпризы Интересные И будет что Обсудить Поэтому пишите Все свои мысли В комментариях У меня друзья На этом всё Всем спасибо За просмотр Всем удачи И всем Пока